Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня у нас снова будет влог, в котором я покажу свое питание за один день. Так что, кому интересно, продолжайте смотреть! Всем доброе утро! Вот такой у меня сегодня завтрак. Это зерновой хлебушек с плавленым сыром. И взяла себе одну сосиску и кофе. На самом деле, в последнее время завтракать мне не очень хочется. Возможно, из-за жары. Но вот все равно стараюсь не пропускать завтрак, хоть что-то в себя впихнуть. Поэтому ем вот так вот. Но все-таки я рекомендую вместо сосисок на завтрак, ну и вместо колбасы, заменить. Если вы худеете, то заменить все-таки на, не знаю, какое-нибудь мясо, тоже какую-то котлетку или что-то такое, чтобы дало вам энергию, если вы подобным образом завтракаете. Так что, всем приятного аппетита! Сегодня у меня муж немножко попозже уезжает на работу. И, в общем, я маму отвезла сейчас по-быстренькому на почту. Мама у меня будет получать посылку. Она у меня, кстати, занимается рукоделием всяким. Ну, там, всякой вышивкой. Ну, в общем, много чем на самом деле. Вот. И сейчас покажу, что мама заказывала. Ну, мама у меня всегда заказывает, знаете, там, всякие, как они называются, там, для вышивки, крючочки, для вязания, вышивания. В общем, сейчас вам все покажу. Ну, давай открывай, показывай, что там. Вот, да. Во! Сто лет таких папок не было. Это упаковка такая, что ли? Ну, смотри, как интересно. Вот, видишь, у меня... Так, это у меня вышивка. Буду пробовать бисером. Видишь? Такая вот. Сейчас посмотрим. А где ты заказываешь? А я заказываю Мир Вышивки. Такой сад. Там дешевле, что ли? Ну, да. Нет, у них была просто скидка. Вот. И мне не хватало еще там. Ну, на товары была скидка. И еще плюс нужно было. А это, это пенальчик. У меня эти крючки валяются в пенале. Ну, таком. А здесь, видишь, вот так вот открывается. Вот, видишь? Ну, как бы обыкновенный школьный пенал, но вот под крючочки. Сырогой? Нет. Он за 400 рублей. 400 с хвостиком. Вот. Тоже была скидочка. Ну, это прошито. Это вот туда вот. У меня получатся крючочки и такие спицы тоненькие. В общем, и будет у меня вот так. Вот я буду знать, что вот... Видишь, какая яркая, красивая. А вот это, да. А вот это, да. Вот это вообще красота. Вот. Мне почему-то с Нижнего Новгорода прислали. Вот, видишь, вот так вот. Вот они, видишь, прикреплены тут. Смотри, какие беленькие. Такие-такие. Вот. Ниточка. Иголочка. Но это все я буду разбираться. Это вот, это, наверное, магнитик. А, это магнитик. Это вот, чтобы иголочка не потерялась. Видишь, как делали. Да, вот. Вот. Вот такая вот. Вот смотри, видишь, вот на такой пластиковой штучке. Вот такая бабочка будет. А вообще фирма называется Вдохновень. Украина. Вот, видишь, вот, которые делают вот эти бабочки. Называется Вдохновение. И, видишь, вот, Украина. О, ну ладно, потом покажем результат. Да. Только долго будет это. Пока научусь, чтобы красиво было. Ты же знаешь, я, если плохо получится, снова распущу, потом снова будет. Ну, все. Вот мы приехали с мамой с почты. И сейчас ко мне тоже приехал курьер. С моего любимого магазинчика. Айблоди и привозь мне тоже заказ. Сейчас покажу. Значит, у них была скидка на краску. И я решила себе взять на пробу красочку. Взяла вот такую от Велла Калистон. У меня была уже краска, пробовала от Велла, только не Калистон, а какую-то другую. В таком я себе выбрала во втором оттенке. Это, по-моему, черный. Я уже, честно, забыла. В общем, буду сегодня краситься. И также взяла от Лонде тонирующую краску. Тоже во втором оттенке. Ну, как во втором оттенке, да? Номер двоечка. У меня тоже решила взять ее попробовать. В общем, сегодня буду вечером краситься вот этой. У меня от Велла еще есть оксид 3% где-то дома. Валяется. А вот к этой Лонде я заказала вот такой для тонирующей краски 1,9. Там рекомендовано было. Взяла две штучки, потому что вот эта красочка была только одна. Бывает такое, что я начинаю искать оксид. Хотя знаю, что можно разной марки. Ну, то есть, допустим, краска Велла, оксид, Лонда. То есть, ну, вроде как можно так делать. И взяла еще 1,9. Вот и Велла тоже. Но краситься я буду на трешке. Вот этой вот. В общем, не знаю, сейчас почитаю, еще посмотрю. От Велла взяла шампунь и бальзам. Это у меня как раз-таки после окрашивания, который вот стабилизирует цвет. И плюс еще вроде как, ну, по крайней мере, на сайте было так написано, что он дает, ну, как бы сохраняет цвет. В общем, шампунь, бальзам. Хотела еще маску, но маска была только 500 миллилитров. Но я как-то у них и захотела такой объем брать. Вот. Также положили открыточку. Вот мне так нравятся у них эти открытки. Просто, ну, просто очень приятно. Посмотрите, какая красота. И положили мне 2 пробника. Это вот такое маслице. Ну, вот такое масло, кстати, я пробовала. И мне оно не очень понравилось. Тоже у меня был пробник. Тоже, по-моему, iBody мне присылали. И тканевая маска для лица с муцином липки. Обязательно попробую. Очень приятно, когда кладут вот такие всякие пробнички, подарочки. Вот такой вот у меня был небольшой заказ. И меня просили показывать цены. Так, вот. Вэлла бальзам 805. Оксид 134. Шампунь 723. Оксид, который лондо по 98. Я взяла 2 штучки. Крем краска 690. Это вот это. И лондо краска 303. Вот это вот тонирующая краска. Интенсивное тонирование тоже хочу. Потому что я не хочу окрашивать всю поверхность волос. Да. То есть я корни хочу покрасить вот этой. А потом протонироваться вот этой вот. Ну, не знаю, что получится. Посмотрим. Такие цены. Здесь еще плюс у меня были какие-то бонусы. В общем. А вот сумма заказа 2,919 у меня получилась. Вот. Так что буду сегодня вечером наводить себе красоту. Потом обязательно покажу, что у меня получилось. Главное найти мне трешку оксид. Вот. Потому что на полуторки, не знаю, что получится. Точнее, не на полуторки, а 1,9 здесь. Вот. Но попробую найти оксиды. Я, кстати, покупаю все время. Потому что, ну, когда я начинаю вот такими красками профессиональными, да, краситься, то оксиды очень часто бывает такое, что мне не найти ни трешку, ни полуторку, чтобы протонировать. Ну, в общем, как-то так. Вот. Вот такой вот у меня заказик. И, кстати, вот этот шампунь и бальзам я пробую вообще впервые от Веллы. Как-то я раньше почему-то не приобретала себе. Но потом обязательно вам расскажу, понравилось мне все это или не понравилось. Сейчас я варю суп на обед. У меня вот такой супчик с свежей капустой. Вот, положила капусточку, варится. И хочу показать. Здесь у меня кастрюля 3 литра. И вот такое у меня количество мяса. Это у меня косточка телячья, телятина. Вот такая небольшая совсем, как вы видите. И маленькая кусочка, это куриной спинки. Вот. Обычно я варю супа на костях. Супа, супчики, как правильно, не знаю. Вот, мне все равно. И я уже говорила, что мясо в супе у меня никто не ест. Поэтому я варю на косточках. Не вижу смысла варить на мясе. Вот. И вот эти косточки я сейчас отдам собачкам. Вот такой вот у меня получается супчик. И сейчас я еще в него положу картошечку и горошек. У меня очень любят детки, когда есть горошек. Горошек обычно консервированный. То есть суп не жирный. То есть получается сам бульон не жирный. Но морковку с луком я обжариваю. Вот я добавила горошек сюда. И картошечку сейчас посолила, поперчила. Добавляю просто обычный черный перец. Больше никакие приправы не добавляю сюда. И теперь оно у меня будет немножечко повариться. И я выключу. Вот такой вот у меня получается супчик. Ну и лавровый листочек еще. Да, и кстати перец горошком я тоже не кладу. Потому что детки у меня... Ну, если попадется, в общем они не будут иначе есть. Вот. Так что вот такая вот вкуснятина получается. Сейчас время 12 часов. Я буду кушать 2 сливины вот такие. Кстати, очень люблю вот эти импортные сливы. Они очень-очень вкусные. Мне очень нравятся. Такие немножко с кислинкой. Супчик я сварила уже. Вот. И буду... В общем немножко полежу, позагораю. Потом буду всех кормить. Сама суп... Не знаю, буду есть, не буду. Может, если только попозже. Сейчас на самом деле вообще кушать очень всегда не хочется. Но очень хочется есть фрукты. И при том, что сейчас вообще в принципе обычную еду я кушаю очень мало. Я, кстати, не худею вообще. Даже наоборот тут задумалась, может и стоит похудеть. Но мне кажется, фрукты они же тоже дают. У них тоже есть и сахар, и калорийность небольшая. Поэтому, может быть, на фрукты тоже не стоит слишком сильно налегать. Вот. Ну, в общем, буду сейчас кушать и загорать. Мама, ну ты никому-то там не нагорись. И потом? Да. Привет всем! Всем привет! Я Латик! А я буду есть малосольные огурчики с хлебушком. Мама моя опять замариновала. Очень вкусно. Мама, малосольные огурчики, я положи туда. Да, сейчас положу. На, в суп только не клади их, а то невкусно будет. Малосольные огурчики. Также хочу вам показать свою розочку. Я ее, мне кажется, вам уже показывала. Но все равно, посмотрите, какой огромный. Вот моя ладонь. Такой огромный бутон. Просто. И вот второй начинает зацветать. Это уже, вот один я уже отрезала, он от всего. Я его показывала, когда он только-только зацветал. А этот вот, просто, смотрите. Просто огромнейший. Очень она мне нравится. Очень красивая. Внутри лепестки такие беленькие. Вот видите. Вот. Ну, в общем, она просто классная. И вот эта тоже, она тоже будет огромная. Видите, какой у нее бутон прикольный. Вот такие у меня розочки у меня. А вот эта роза, она как зацвела, так у меня она и вот такая вся в цвету и стоит. Я сухие у нее обрезаю. И остаются только вот эти. И вот эта вот розовая, которую я вам говорила, она очень похожа на пион. Она, у нее аромат не роза, а знаете, такого персика, сладковатый. Такой смесь персика с розой. Очень вкусно пахнет. Но вот эти цветы, они цветут недолго. То есть она вот так распускается. И буквально там, не знаю, 2-3 дня максимум. И потом она, ну, опадает уже у нее все бутончики. Ну, очень она вкусно пахнет. Причем аромат, вот ветерок дует и прямо есть такой аромат. Я не помню, как она называется, это роза, но в общем, супер. А вот эта желтая, яркая, я вам ее показывала, но она на солнышке выцветает. Становится такой бледно-бледно-желтый. Но тоже очень красивая и тоже очень долгая. И вот та красная, которую я вам сейчас показывала первую, она тоже очень долго цветет. Вот этим бутоном уже неделя. И вот они еще раскрываются, раскрываются. Очень классно. Сейчас нам ужин приготовила снова овощной салат. Обожаю овощные салаты. А мама у меня приготовила жульен. Вот такую вот вкусняшку. Курочка, там соус, сыр, грибы. Вот такой у нас будет вкусный ужин. Итак, сейчас у нас уже вечер. И я вечером сейчас ничего не буду есть. Вообще, я очень много стала пить воды сейчас. Я не знаю, мне кажется, я, наверное, литра два выпиваю, потому что жарко, душно. Сейчас вот вечером более-менее прохладно было. Но вроде и вроде бы обещают у нас в Питере снова начнутся дожди завтрашнего дня. Не знаю. Но очень душно, очень жарко было. Поэтому я пила очень много воды и даже кофе. Обычно у меня три кружки кофе в день. А сейчас последние несколько дней у меня буквально я одну с утра выпиваю. Или, ну, максимум потом еще себе вторую навожу. И все, больше я не пью кофе, не пью никаких ни чаев, ничего вообще. Просто обычную воду. У меня даже дети сейчас стали пить воду. Соки, вот я как купила, так они и стоят. Хотя обычно у нас соки просто улетают. А сейчас они тоже в основном воду пьют. Не знаю, как-то жарко, ничего не хочется. На самом деле хочется есть много мороженого. Но я стараюсь ограничивать и себя, и своих домашних, скажем так, в морожене. Вот, а по поводу фруктов, я все это время, пока у нас было жарко, питалась в основном из фруктов, если брать. Хотя это скорее ягода, это арбуз. Сейчас уже пошли арбузы у нас. В Ленте они по... Я и по 12 рублей покупала, и по 29. Не знаю, я обожаю арбузы. Они такие сладкие, очень вкусные. Я не знаю, откуда их к нам привозят. Но прям очень-очень вкусные. И, не знаю, у меня арбуз был на обед. То есть, я не знаю, вот, что называется, позавтракали, вскрыли арбуз. И в течение дня все у нас съедали целый, за целый день. На самом деле, не знаю, он же тоже сладкий. В нем содержится сахар. И мне кажется, ну, тоже не сильно, не стоит налегать на фрукты. Потому что я сегодня с утра я взвесилась, и я была 58 300. Хотя где-то неделю назад я была 57 где-то 500. То есть, я наоборот набрала. Может быть, конечно, это из-за большого количества воды. Потому что очень хочется пить. Я, кстати, с утра даже немножко припухшая встаю. То есть, у меня такие немножечко здесь, как, ну, как мешочки такие под глазами. Потому что постоянно пью воду, очень много воды. Кажется, с водой тоже перебарщивать не стоит. Ну, на сегодня буду заканчивать свой влог. Сейчас пойду, во-первых, редактировать этот влог, чтобы загрузить его сегодня же на канал. Во-вторых, пойду краситься. Вот эта красочка, которую я вам показала. Правда, никак не могу найти оксид где-то. Он у меня лежал 3-х процентный или 4-х процентный. Не знаю, точно помню, что у меня от Велла был оксид. Ну, в общем, сейчас пойду краситься. Ну, на сегодня с вами буду прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии. Всех люблю, целую и до новых встреч!